Через неделю после убийства Пола Кастеллана, босса Боссовс, не планировались никакие переговоры, встречи, дискуссии, как они проходили обычно. Мы готовы были просто убивать. Мы хотели разослать страх через всю мафию. Мы тогда не знали, но само это убийство распространило страх через всю мафию. То, как это было сделано, на глазах у десятков тысяч людей, это потрясло нацию, это потрясло штат Нью-Йорк, и это потрясло все указаносство. Впервые Сэмми Беггравано рассказывает свою историю. Это наше дело. Режиссер Джеймс Кэрролл Готти становится боссом Нью-Йорк, 1985 год. Неделю спустя после убийства Пола Кастеллана, босса Боссов, мы идем по капитанам и говорим с ними об этом покушении. Мы вели беседу вместе с консильери Джо Гэлло. Мы договаривались со всеми о встрече в Сидзер Ист, на Манхэттене. Это ресторан, которым я владел. У меня была доля в этом ресторане. Мы пригласили всех молодых капитанов, чтобы они пришли. Кто бы ни привез их, пусть это был бы даже посвященный член мафии, он не мог бы спуститься с ними в подвал. Только капитаны. Джо Гэлло ввел встречу. Фрэнки Де Чико и Джон Готти сидели по правой и по левой стороне от него. Я и Энджело Роджирио стояли за капитанами. Вооруженные. У меня были мои люди наверху, которые должны были объяснять сопровождающим капитанов, что они не могут спуститься в подвал. Если возникала бы какая-то проблема, меня должны были позвать, чтобы я поднялся и сказал, все, что вы можете сделать, это стоять здесь и ждать. Там был один из людей, его дядя Джек Юри. Он был капитаном, и он не приехал на эту встречу. Он сказал, что он был в больнице. Я думаю, что они настолько боялись того, что происходит, что он закинул себя в больницу. Он не был болен. Он боялся посетить эту встречу. Мы начали встречу, и Джо Гэллоу сказал всем, всем ясно, что полка Стилана был убит. Мы не знаем, кто это сделал. Приходите без оружия. Не делайте ничего. Все, что вы услышите, доносите все до нас. Не толкуйте об этом. Только говорите людям, которых вы знаете, что случилось. И в действие вступила временная администрация. Джо Гэллоу, который на тот момент был единственным выжившим административным членом в качестве канцельери, он теперь возглавлял семью временно, Джоном Готти и Фрэнки Д'Чико. Это было сделано с самого начала. Другая встреча была назначена. Я думаю, что Джо Пайни ее организовал в школе, в подвале. Все капитаны были на этой встрече так же. Я и Энджелу были там. Мы всегда были там. С оружием. Когда мы начали эти разговоры 8 месяцев назад убить босса, мы согласились о том, что когда это будет сделано, нужно будет, чтобы страх был на нашей стороне. Мы знали, что мы начинали войну. Мы готовы были убить любого, кто попытался бы пойти против нас, как-то вмешаться в это, встрять наши дела. Не подразумевались никакие дискуссии, никакие разговоры, никакие встречи, как обычно. Мы готовы были просто убивать. Мы хотели расслать страх через всю мафию. Мы тогда не знали, но само это убийство распространило страх через всю мафию. То, как это было сделано, на глазах у десятков тысяч людей. Это потрясло нацию, это потрясло штат Нью-Йорк, и это потрясло всю Казан-Острову. У нас была власть, и мы должны были совладать с ней. На этой встрече в школе мы голосовали за нового босса. Мы сказали, новый босс необходим. Сейчас было пустое место в комиссии, которое раньше занимал Пол. Было пять человек, заседающих комиссии. Нам нужно было это место, чтобы иметь голос комиссии. Фрэнки де Чико, я думаю, был первым, кто проголосовал, и он проголосовал за то, чтобы сделать Джона Готти представителем нашей семьи, боссом. Это прошло через весь стол. Все проголосовали за то, чтобы Джон стал боссом. Не было секрета, на самом деле, что мы сделали, и что мы хотели. Никто не озвучил мнение, что кто-то другой мог быть боссом. Так, в тот вечер, Джон Готти стал боссом семьи. У меня не было каких-то потрясающих отношений с Джоном Готти. У меня были с ним просто хорошие отношения. Мои действительные отношения с Джоном Готти были через Фрэнки де Чико. Я объяснял это раньше. Фрэнки был моим человеком. Фрэнки был моим братом. Фрэнки был тем человеком, который довел меня до убеждения, что Джон должен стать боссом. И я только шел в соответствии с заданным планом. Встречи в подвале были настолько напряженными, что это было сумасшествие. Можно было видеть некоторых капитанов, сидящих там, в таком нервном состоянии. Они просто потели, кусали свои гумбы. Атмосфера была чрезвычайно напряженная. Половина из этих людей не знала, что происходит. Они не знали, кто будет следующим. Какой план у нас был? Масса напряжения. Настолько, что можно было прорезать это напряжение ножом. Настолько оно было объемное. Фрэнки де Чико был выбран андербоссом семьи на этом собрании. Было решено, чтобы Джо Гэллоу остался консилерой семьи. Несмотря на наши внутренние разговоры между собой в отсутствии Джо Гэллоу, мы считали его предателем. Он был парнем, которому мы не доверяли. Он не должен был оставаться в этой позиции долго. Но на тот момент мы оставили его. Вскоре после этой встречи целая серия вещей случилась. Я расскажу вам об одной из вещей, которая случилась. Канун Рождества подошел. Мы все еще жили вместе, имея в виду Фрэнки де Чико. Я и все из нашего окружения избегали появляться в открытую. Мы позвали Джо Уотца. У него была связь с одним ювелирным магазином. Мы хотели купить ювелирные украшения для наших жен. Мы знали, что наши жены и дети должны были пребывать в улице к этому моменту. Новостные СМИ вели себя неадекватно. Я начал скрываться вместе с Фрэнки де Чико в подвале дома Джо Уотца, как вы знаете. Это было с октября. За месяц до убийства. Мы сделали это. После нескольких встреч Фрэнки де Чико сказал мне, каждый совершенно потрясен этим покушением. Я думаю, что мы можем разойтись по домам в канун Рождества и на само Рождество. И затем мы выйдем для всех. Если война начнется, мы должны будем начать биться. Если война не произойдет, мы установим правило. Того, как должно дальше все идти. Кто будет отрицать нас, спорить с нами, тот будет убит. Мы пошли по домам. Я пришел домой в тот вечер. Моя жена была в совершенном потрясении. Моя команда забрала меня. Там был мой Шурин и другие люди. Некоторые были уже около моего дома, вооруженные, чтобы защищать меня и мою семью. Мы хорошо отпраздновали канун Рождества и само Рождество, все объединившись. Много объятий, поцелуев, слез, нервных реакций. Не было реальных разговоров с моей семьей. Они были законопослушными людьми. После Рождественского дня мы все встретились снова. И мы вышли к людям. Мы общались с разными капитанами, разными бригадами. Я поехал к Тадо для того, чтобы встретиться с ним. Он сел в машину и я помню, он сказал мне, это должен быть конец Казаностре, как мы знаем ее. Я думал, что он беспокоился об убийстве. Я не допустил, чтобы он знал об этом убийстве заранее. Он не был ни на одной встрече. Я хотел, чтобы он был защищен от этого. Я не хотел, чтобы он стал частью этой войны. Когда он сказал это, я сказал ему, Тадо, я прикрою тебя. Я прикрою твою спину. Он посмотрел на меня. Это не заняло времени для мудрого старого лиса сложить дважды два здесь. Ты прикроешь меня? Значит, ты знаешь что-то об этом. Я спросил его, ты думаешь, что я часть этого? Он сказал, я знаю, что ты часть этого. Иначе ты бы не смог прикрыть меня. Я признал, что я был частью этого. Он сказал мне, я понимаю, что сейчас Джон Готти босс и Фрэнки Д'Ичика андер босс. Я хочу, чтобы ты устроил встречу с ними для меня. Зачем? Пришло время для меня уйти. Для меня эта часть казаносра закончила. Сэмми, будет много предательств. Будет множество людей убито. Ты как сын мне. Смотри за своей спиной. Будь осторожен. Не доверяй никому. Ты умен. Держи свои уши открытыми. Держи свои глаза открытыми. Держи руку на пульсе. Твоя жизнь на кону. Я сказал, я буду в порядке. Я поехал организовывать встречу с ним. Они спросили меня, почему он хочет, чтобы была эта встреча. Я сказал, я думаю, что он хочет освободить позицию. Не было необходимости для него освобождать позицию, потому что я собирался становиться шкифером, и в этом не было необходимости. Никто не посмел бы трогать его. Я бы убил тебя в две секунды, если бы ты тронул его. И все знали это. Но он пришел на встречу с Джоном Готти и Фрэнки Д'Чико и сказал, что он должен уйти. И они начали задавать вопросы. Он сказал им, что пришло мое время освободить для вас, молодых парней, место, чтобы вы могли управлять семьей. «Вы идете в новую эру, казаностый, но для меня это время уйти». Его любили, его уважали. Ему задали вопрос, хотел бы он иметь прямой контакт с администрацией семьи, чтобы была мощная позиция для капитана. Он сказал, «Нет, я хочу спуститься по иерархии и в моей позиции я хочу, чтобы Сэмми заменил меня. И я буду под ним». Это то, что они сделали. Я стал капитаном немедленно. В позиции Тадо я стал во главе над его бригадой. У меня была небольшая бригада своя. Моя бригада была всегда вооружена и в готовности. Они всегда прикрывали меня. Моя позиция возросла. По мере того, как время текло, множество встреч происходило. Мы никогда не признавались в факте, что мы были вмешаны в это убийство или играли там какую-то часть. Или что мы знали о нем заранее. Мы были очень осторожны в том, что мы говорили и делали. СМИ были совершенно помешаны на этом преступлении. ФБР были помешаны на нем. Организованная преступность штата была помешана на нем. Другие семьи, не только в Нью-Йорке, но и в других штатах, были одержимы этим убийством. Пересылали нам сообщения, задавали вопросы, у нас были встречи с той же филадельфийской семьей. Много вещей происходило. Мы должны были встретиться с Джоном Готти в клубе Джимми Брауна, капитаном в Бруклине. У него был клуб на 86-й улице. Фрэнки приехал туда из дома. Так же и я. Я перепарковал свою машину за углом клуба. Фрэнки перепарковался прямо напротив клуба с другой стороны дороги. Мы встретились. Мы ушли вместе туда. Там происходили церемониальные вещи. Люди были представлены Фрэнкине Чико как новый андербосс. Такого рода вещи. Я был представляем людям как капорежима. Капитан. Я помню Энтони Спиро, который стал канцелярией семьи Банана, приехал туда. Он был представлен нам как канцелярия. Хотя я не помню, был ли он в то время уже канцелярией или капитаном, но мы были представлены формально в этих новых позициях. Парень из семьи Лукейзи вошел. Он был посвященным. И он попросил Фрэнкине Чико визитку адвоката после какого-то небольшого разговора. Фрэнки посмотрел, какие бумаги были у него в кармане. Он сказал, у меня нет этой визитки с собой. Я думаю, что она у меня в машине. в бардачке. Я спросил Фрэнка, сходить ли мне за ней. Он сказал, нет, я сам возьму. Они оба вышли и пошли через дорогу. Я остался в клубе. Раздался взрыв, который выбил стекла в районе. Он был мощнейшим. Мощный взрыв, который звучал, как огромная бомба. Я был в армии, и я никогда не слышал таких громких бомб. Когда я выскочил из клуба, машина Фрэнки была полностью деформирована. языки пламени поднимались к небу. Дым покрывал полу улицы. Я побежал к нему. Фрэнки лежал на тротуаре. Другой парень лежал в стороне. Кровь плескала из его стопы. Когда Фрэнки подошел к машине, он открыл дверь с пассажирской стороны. С ногами наружу сел на сиденье и стал копаться в своем бардачке. При этом, говорят с этим посвященным парнем, Фрэнки Хартсом, когда случился взрыв. Его выкинуло из машины. Фрэнки Хартс откинул он на 3-4 метра назад. Он лежал на земле, и кровь лилась из его стопы. Часть его стопы оторвала взрывом, когда он стоял рядом с машиной. Я подбежал к Фрэнке, чтобы оттащить его от машины, которая была охвачена пламенем. Жарила от нее конкретно. Из ниоткуда полицейский фургон появился. Люди кричали в сторону этого фургона, они открыли заднюю дверь. Я вернулся к Фрэнке, чтобы поднять его. Я потянул его немного. Одна его нога и рука остались на месте. Они были оторваны. Мне пришлось соединить все вместе обратно. Когда я закинул руку вокруг его шеи, другую руку я протянул под ним, где должна была быть его задница, и где его живот должен был быть. Моя рука прошла насквозь. Моя рука и моя кисть была внутри его тела. Единственное, что не дало мне вынести руку наружу, это кожа его живота. Я, наконец, с большим трудом донес его до Коповского фургона. Мой шурин, Эдди Гарафола, подбежал. Другие ребята подбежали. Они помогли поднять его, держали его тело вместе и поместили его в фургон. Я крикнул кому-то из парней, идите сюда, возьмите его и положите на задние сиденья фургона. Фрэнки Хартса. Они сделали это. Люди кричали, быстрее, быстрее в больницу, быстрее в больницу. Фургон сорвался с места. Я сказал своему шурину, свяжись с Джоном. Позвони ему. Расскажи ему, что случилось. Когда я дал Эдди эти инструкции и собирался уходить от места, Джимми Браун и Дэнни Марино близко подошли ко мне и сказали, Сэмми, все, чему мы можем помочь, дай нам знать, мы поедем по домам. Если мы будем нужны, позвони нам. Первые слова из их ртов. При этом выражение их лиц выражало вину. Я чувствовал, что-то было не так. Пол, еще один посвященный, бывший там, подошел и сказал, Кому вы, блядь, там дома нужны? Вы нужны ему сейчас. Я сказал, О, остынь, спокойно. Всем расслабиться. Не будем ругаться здесь. Давайте, едьте домой. Я сказал, Джимми и Дэнни Марино. Они оба уехали. Большинство остальных парней оставались на месте. Подходили, спрашивали, Сэмми, что мы можем сделать? Ничего. Вы ничего не можете сделать. Свяжитесь с Джо Уотсом. Скажите ему, чтобы ехал в больницу и смотрел, что там происходит. Может ли он получить какие-то ответы? Мой шурин вернулся и сказал, Сэмми, тебя хотят видеть Квинс. Джон хочет видеть тебя. Я сказал моему шурину, Готовьтесь. Скажи, чтобы мои парни были на готове. Я ушел с этого места, когда наши люди разошлись. Я зашел за угол, дошел до машины, открыл дверь, сел в нее. Хочу быть честным. Когда вставил ключ и начал заводить машину, я был супер нервным. Война началась. Мы были целями. Я завел машину и поехал в Квинс увидеться с Джоном Готти. Я встретился с ним. Он уже получил информацию от Джо Уотсом, что Фрэнки Дачико был мертв. Я был уничтожен. Фрэнки был как брат мне. Старший брат. Я и Джон вышли пройтись. Я сказал, что моя бригада готова. Он сказал, моя тоже. Это ты и я, брат. Он сказал мне. Война началась. Режиссер Джеймс Кэрролл. Спасибо за прослушивание подкаста «Наше дело» с Эмми Буком Гаравана. Это помогает, когда вы оцениваете видео, подписывайтесь и оставляйте комментарии о подкасте, который вы смотрите. Спасибо за вашу поддержку. Убей или будь убитым. Нью-Йорк, 1985 год. Когда Фрэнки Дачико был убит, я и Джон стали настолько близки до невероятности. Джо Гэлло был снят с позиции канцелярия в очень скором времени. Пока он был на этой позиции, я на самом деле был исполняющим обязанности канцелярия. Через очень короткое время Джон снял его с этой формальной позиции в канцелярии и сделал канцелярию меня. У нас был Джо Пайни в качестве андербосса, потому что Джо Пайни был частью покушения на Кастелланы. Он был сторожил семьи, и он был средством, чтобы снизить давление, неприятие среди других сторожил семьи, чтобы сам Джо Пайни мог их успокоить, чтобы это шло от него, а не от молодых людей, которые взяли власть. И мы пытались снять это напряжение среди наших людей, страхи людей. Мы хотели, чтобы они откинули страхи, которые у них были. Эти молодые парни просто сумасшедшие. Посмотрите, что они сделали. Мы не сумасшедшие. Но нужно немного времени, чтобы вещи успокоились. И это то, в чем состояла наша забота. Но даже за спиной Джо Пайни были я и Джон. Кто-то управлял всем. Статусы не означали ничего. Более важен, кто босс, не андербосс. Босс важная позиция. Но кто андербосс, канцельери, это было уже не важно. Ты умрешь, босс ли ты, ты умрешь, если ты андербосс или канцельери. Это время не для прохлаждения. Это не время ходить везде, курить свои сигары и представляться важным человеком. Это реальность. Это, блядь, война. Это убей или мудь убит. Ты имеешь отношение с людьми, которые убийцы. Большинство из них убийцы. Это не законопослушные люди. Это не какие-то журналисты. Кому вообще это никакое дело? Эти убийцы. Ты не знаешь, что пойдет против тебя, когда и по какой причине. Искажение взгляда у других семей. Мы столкнулись с этой проблемой также. Я дам вам еще пример. Я знал парня по имени Тико, посвященный. Я знал его большую часть своей жизни. Мы были друзья. Я послал за ним. Он боялся появиться. Он не приходил. Когда он наконец пришел, я спросил, почему ты не приходил? Он сказал, Сэмми, у меня какие-то проблемы. Проблемы с чем? С вами, ребят. Почему у тебя должны возникнуть проблемы с нами? Он сказал, я не знаю, бро. Вы, ребята, это опасно. Посмотрите, что вы недавно натворили, бро. Так взгляд в других семьях и то, что они думали, исказилось. Они думали, что мы настолько опасны теперь. Это было то, что всех потрясло. Это был хит, как любой другой хит. Ясно, что это то, как я смотрел на это. Это как мы смотрели на это в тот момент. Но что случилось, мы даже не осознавали, что мы совершили, вероятно, самое крупное покушение, которое происходило в Соединенных Штатах. Не было ничего подобного. в отношении того, где это случилось, как это случилось. Пол не был просто боссом. Он был боссом боссов. У него были контакты в семьях и влияние в Италии, в разных странах, с Вестис. Он был боссом в комиссии, где все другие боссы слушали его. Это босс боссов. Так мы не осознавали, насколько огромным это покушение станет, как оно разойдется по новостям. Я помню, был инцидент, при котором конкурирующий профсоюз нанес удар по бару и ресторану. И владелец этого бара и ресторана был посвященный из нашей семьи. Мы пошли к семье Дженовеза, и мы пожаловались на это. Они сказали, нам плевать на этого парня, нет ничего, что мы могли бы сделать. Я помню встречу, на которой был я, Джон и Фрэнки Д'Чико. Фрэнки говорит, ты знаешь этого парня из профсоюзов? Нет, не знаю. Но я знаю, что он из местных, он связан с профсоюзом плотников. Он сказал, мы должны показать свои зубы. Мы должны ударить по этому парню. Немедленно. Мы должны показать этим людям, что ничего не может пройти просто так, без последствий. Мы не собираемся убивать его. Но я хочу, чтобы ему сделали больно. Хорошо, мы дали заказ Уэстис. Мы сказали Уэстис, чтобы они избили его. Завершилось тем, что они выстрелили ему в задницу. Я не знаю, почему они стали стрелять в него до сегодняшнего дня. Они, может быть, пошли на это дело бухие или по наркотикам. Не знаю, что у них там случилось. Но я вспоминаю, это то, как мы намеренно вели себя с другими семьями теперь. Мы должны были показать, что если что-то случится с кем-то из наших, мы будем мстить. После убийства Пола многие были недовольны Джоном и внутри семьи, но они боялись его. Они боялись его, потому что у нас было около сотни стрелков после этого покушения. Внушающая сила. Поэтому это было нормально. Люди боялись открыть свой рот. Они боялись сделать что-нибудь или сказать что-нибудь. Но они были абсолютно недовольны им. В один день Джон прицепился. Кто это был? Томми Гамбино. Сын Карла Гамбино. Который стал посвященным во время Кастелана и затем капитаном. Это была вечеринка в честь дня рождения Джона в Нью-Йорке, в ресторане. Мы все были там. Джон был немного в стороне с Томом, и он просто раздирал его задницу. Не только капитана, но все вообще смотрели на это. Люди, которые там обслуживали. Я подошел к ним, я сказал, Джон, пожалуйста, пожалуйста, может, позволь мне сказать тебе кое-что? Буквально секунду. Я оббил руку вокруг его шеи. Мой рот был в нескольких сантиметрах от его уха. Я сказал, бро, все сейчас смотрят на тебя. Просто отпусти сейчас ситуацию. Не делай этого. Если он выбесил тебя чем-то, отведи его в другую комнату, или мы выйдем с ним на улицу и поговорим. Это неприглядно для тебя. Забудь насчет Томми сейчас. Ты выглядишь плохо. Ты сейчас поступаешь неправильно. Он слегка повернулся, обвелся взглядом, улыбаясь, и отошел к бару. В этот же вечер Томми подошел ко мне и сказал, Сэмми, я никогда не забуду этого. Я ценю это очень сильно. Подсвященные люди, мягко говоря, не в восторге, когда их отчитывают перед другими подсвященными. Томми Гамбино не был самым крутым парнем на земле, но он, тем не менее, был капитаном в семье. И так не делается перед всеми. Так его управление потихоньку скатывалось. Люди, которые не знали жизнь или не понимали, что происходит, кто любил его образ, кричали, «Эй, мистер Готти!», но они ничего не понимали в этой реальности. Люди, которые были в этой жизни, люди, которые знали, какое должно быть эта жизнь и что она должна означать, они не любили Джона. Агенты, которые следили за мной, сказали, «Это уже годы спустя. Они все еще живы». Они говорили, что нас прикрепили работать по Сэмми. Они открыли отдельный офис на Сэттен-Алленд, чтобы этот офис был посвящен мне, чтобы следить за мной. Они сказали, «Это было приятно следить за Сэмми. В конце дня он шел домой к своей семье. По вечерам он не был, как и другие парни. Костюм, галстук, кольца с бриллиантами на пальцах и все такое прочее». В обед он на школьном дворе играет в гонбол со своим ребенком. После этого он идет в офис и продолжает работать. Это казаностр. Это не о том, как ты одеваешься, как ты себя показываешь, сколько шлюх ты можешь вокруг себя собрать. Казаностры о казаностре. Джон потерял контроль над этим. И я думаю, что он потерял уважение со стороны каждой семьи и большинства преступного мира, в который мы вращались. Там мы сделали много вещей. И были проблемы, были всякие вещи. Но одна вещь была постоянно со мной. Я погибал, стараясь узнать, кто сделал что в отношении Фрэнки Де Чика. Я обещал ему, когда он лежал передо мной в гробу, Фрэнки, я заработаю денег, чтобы заплатить за это бро. Я хотел убить этих людей больше, чем я хотел чего-либо еще. Я поднял его, разорванного на части. Я до сих пор не могу убрать это из своей головы. Я по-настоящему хотел отомстить, рассчитаться за Фрэнки. В февралю 1985 года Кастеллану были предъявлены обвинения вместе с Тони Солерно из семьи Дженовеза, Тони Даккаралло из семьи Лукейзи, Филипп Ростелли из семьи Банана, Кармайн Персика из семьи Коломбо и множество других членов мафии. Это то, что в конечном итоге было названо процессом комиссии. Однако Кастеллану не прожил достаточно долго, чтобы услышать свой приговор. Будучи на свободе под залогом в 2 миллиона долларов, 16 декабря 1985 года возле ресторана Сфарф Стейхаус, расположенного в доме 210 на 46-й улице на Манхэттене, он и его андербосс Томми Белотти были расстреляны. Переворот был оркестрирован группой Джона Готти вместе с Эмми Беком Гравана и Фрэнки Де Чико. Де Чико сообщил команде Готти, что планируется встреча с Полом Кастеллану в тот вечер в Спарф Стейхаус. Тогда Кастеллану был не в ладах с частью собственной семьи Гамбина. Фракция Готти чувствовала, что их ожидает возмездие за торговлю наркотиками и за другие проблемы, связанные с прослушкой. В то время как Де Чико и Гравана поддержали этот план, так как они видели, что семья двигается все дальше и дальше от их понимания, какой должна быть настоящая Казаностро. Стрелками были определены Винсент Артуса, Джо Уоттс Немец, Сальваторе Скало, Эдди Лино и Джон Корнелия, с Домиником Пизония, Энджело Раджирио и Энтони Рапино как резервные стрелки на стороже. В то же время Джон Готти и Сэмми Бек Гравана находились с другой стороны улицы в машине, наблюдая за покушением. После этого Готти заявила о своем притязании стать боссом семьи Гамбина и сделать Де Чико андербоссом. Однако убийство Кастеллана не было санкционировано комиссией боссов. Убийство босса было абсолютной отобух Казаностры. Это разъярило многих людей в других семьях, включая многолетнего босса семьи Дженовезе Винсента Чина Джиганте. Он связался с Сэнтони Гэс Пайп Кассо, андербоссом семьи Лукейзи и бывшим другом Фрэнки Де Чико. Кассо в свою очередь связался с Гербертом Пейтом и они составили план убить Джона Готти. У них была информация, что Джон Готти и Фрэнки Де Чико был по дороге в социальный клуб «Ветераны и друзья», который располагался в доме 1486 на 86-й улице Бенсенхерсте. Гербер Пейт направился туда и он увидел машину Фрэнки Де Чико, припаркованную на другой стороне улицы от социального клуба. Неся пакет с покупками, он притворился, что как будто уронил его и, делая вид, что поднимает его, поместил под бьювик Фрэнки Де Чико бомбу. Установив бомбу, Гербер Пейт вернулся в свою машину и стал наблюдать за ситуацией. Когда он увидел, что Де Чико вышел из клуба, открыл дверь своей машины, Пейт нажал на кнопку на своем пульте и машина взорвалась, убив Фрэнки Де Чико в одно мгновение. Удачно для Готи он не приехал на ту встречу, поэтому он остался в живых во время этого покушения. Случайно член семьи Лукейзи, Фрэнк Болина, сопровождавший Фрэнки Де Чико на машины, он был тяжело ранен при взрыве. По сообщениям, взрывной волной от бомбы были разбиты стекла окон некоторых квартир в окружающих зданиях. И Сэмми Бе Гравана сам вспоминал этот эпизод. Я увидел Фрэнки Де Чико, лежащего на земле возле машины. Поскольку был огонь, взрыв мог повториться. Я попытался оттащить его. Я было схватился за его ногу, но ее не было. Нога отсутствовала. Одной из его рук также не было. Я хотел подхватить его снизу, но моя рука прошла вверх, прямо до его живота. У него не было задницы. Его задница, яйца, все полностью разнесло взрывом. На мне была белая рубашка, потрясающая. На ней не было ни капли крови. Сила взрыва, удар был такой мощности, что практически вся жидкость, которая была в нем, вылетела наружу. В нем совершенно не осталось крови. Ничего. Ни грамма. Это было концом для андербосса Фрэнки Де Чико и его карьеры в криминальной семье Гамбино. Здесь мы заканчиваем аудио-часть этого видео. Сейчас время оказаться около дома 1468, 86-й улицы в Бенсенхерсте, Бруклин. В бывшем месте, где располагался социальный клуб ветеранов и друзья, где через улицу 13 апреля 1986 года Фрэнки Де Чико был убит в взорванной машине во время покушения, которое инициировал Винсент Чинджиганты и совершили Энтони Гэспайп и Герберт Пэйт. Давайте посмотрим. Так мы здесь, около дома 1468. Это бывшая локация социального клуба ветераны и друзья. 13 апреля 1986 года Фрэнки Де Чико появляется при выходе из этого социального клуба с Болино и переходит на другую сторону дороги к салону Бэрон Бювик, который там тогда располагался. Сейчас здесь автозон. Мы перейдем туда сейчас. Так, после того, как Де Чико вышел из того места, где сейчас барбершоп, который когда-то был местом расположения социального клуба ветераны и друзья в доме 1468 на 86-й улице, он переходит дорогу в мою сторону, где я сейчас стою. Сейчас это автозон, что было раньше Бэрон Бювик. Чико в тот день был за рулем Бювика. Может быть, он купил его как раз в этом салоне. Я помещу фотографию этого дилерства сейчас, чтобы показать, как оно выглядело. Он перешел дорогу здесь, пытается открыть свою машину, и бомба взрывается. Стекла в этом здании здесь, они разбиваются. Здесь происходит сажара. Затем, как я говорил в своем видео, появляется Сэмми Бэк, выбегает из этого клуба, перебегает на другую сторону дороги, и затем пытается сделать то, о чем я говорил. Пытается освободить Фрэнки Де Чико из машины. Безуспешно. И все это случилось здесь, через дорогу от дома 1468 на 86-й улице. И все это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне приказали убить человека У меня нет никакого, блядь, объяснения, почему Я не хочу делать этого Но Казаностр поднимает свою уродливую голову время от времени и делает такие, блядь, вещи Ни раз, ни два, но снова и снова Я должен буду выполнить это Энджело возвращается И теперь он говорит мне о том, когда, где он будет со мной И он пытается убедить меня сделать это где-то Я говорю ему, Энджело У меня назначена встреча с ним На завтра Он должен прийти в мой офис Когда он придет завтра Я сделаю это Впервые Сэмми Багравана рассказывает свою историю Это наше дело Режиссер Джеймс Каррол Убийство Ди Бернардо Нью-Йорк, 1986 год На следующий день Была девушка, которая работала у меня Я сказал ей, чтобы она шла домой пораньше У меня будет встреча здесь сегодня Поэтому просто иди домой раньше Там был со мной Хак У него был пистолет Он будет стоять наверху лестничного пролета Когда Диби подойдет Он должен будет ему сказать Сами внизу, в подвале Я в подвале Сижу в кресле Там есть диван Все специально спланировано Джо Парута там со мной Мой Шурин Эдди там со мной У нас у всех при себе пистолеты Когда он спустится в подвал Не будет возможности ему выбраться оттуда Раз, два Если даже физически ему будет подсильно Побежать вверх по лестнице после выстрелов Там будет наверху стоять Хак со своим пистолетом Так это было подготовлено Энджело приходит и встречает меня за час Как это должно случиться Полтора часа до того, как это должно случиться Он встретился со мной в Бургер Кинге на Кони Алленд В Бургер Кинге заведении И он разговаривает со мной об этом И он говорит Я вернусь в такое-то время И приди встретиться со мной Хорошо Диби приехал немного раньше Спустился по лестницам Все идет идеально по плану Он садится за стол Прямо напротив меня Небольшой столик Он сидит на стуле Прямо напротив этого маленького столика Джо Паруто должен быть тем, кто будет стрелять Спрятан пистолет с глушителем в шкафчике Рядом с кофемашиной Он садится Мы жмем друг другу руки Я говорю Хочешь чашечку кофе? Да Эй, Джо Говорю старику Джо Паруто Сделай Диби чашечку кофе Я начал разговаривать с ним Подходит Открывает дверцу шкафчика Сует туда руку Берет пистолет Подходит Диби сзади И первым выстрелом Стреляет ему в затылок Диби отбрасывает вперед Пуля, вероятно, прошла через его голову Кровь просто хлынула Расплескалась по моему лицу, по моей груди Его кровь По мере того, как он падал До того, как он достиг пола Паруто выстрелил в него снова Еще раз в голову Никакой боли, никаких страданий, ничего Эйдю встал Я поднялся Мы почистили немного У нас был мешок из похоронного бюро Мешок для трупа Мы раздели его И поместили в этот мешок Мы поместили его внутрь Мы очистили место Более-менее Энджело позвонил И он хочет встретиться со мной в Бюргер Кинге Он думает, что это должно случиться через час или полтора Он хочет поговорить со мной по какой-то ебучей причине Что-то мне донести Я отмыл себя насколько смог Поменял рубашку И поехал в Бюргер Кинг Энджело там Послушай, что мы собираемся сделать Когда ты сделаешь это Мы пришлем парня, которые подъедут там со специальной машиной Мы подъедем к твоему месту Припаркуем ее там Войдем в здание И перетащим тело в машину И мы избавимся от него, когда это будет сделано Когда это будет сделано Да Это сделано Это уже сделано Да Это сделано И вот, что я предлагаю здесь сделать Вы подъедете сегодня в 8 вечера С вашей машины Вы вплотную припаркуете ее к моей двери Очень быстро Вынесите тело и съебывайте оттуда Я хочу сказать тебе, Эндж Я хочу узнать, зачем Почему я сделал это Я не счастлив факту, что я сделал это То, что у него за спиной какие-то сплетни Послушай, Панни говорил об этом тоже мне Он копорежима Он был частью покушения Он был один из нас Он был моим другом Вы знаете это Из-за этого вы приказали мне сделать это Я хочу знать Я буду хотеть знать Передаю Джону, что это сделано Но я хочу говорить с ним на эту тему, когда он выйдет Я хочу знать Восемь часов вечера Группа парней Они приехали на двух разных машинах для двух разных вещей У Диби был новейший Мерседес Бенц Были какие-то специальные ключи, которые открывали такие машины тогда И я понятия не имею, как эта херч ключами работала Но они смогли убрать машину с улицы Убрали с улицы и загнали в грузовик И уехали с ней Уехали с этой машины И поместили его тело в багажник другой машины После чего тут же уехали Я полагаю, что они поехали куда-то в северную, в сельскую часть штата На ферму И кто-то закопал Диби Я вообще не знаю деталей Я думаю, Фрэнки Лакасио принимал участие в этом В избавлении от трупа Ферма была его И он был захоронен где-то рядом с его фермой Я не знаю в точности Я не задавал вопросы Я никогда не делал это, когда дело касается таких вещей Где и что Это не моя работа Моя работа была убить Так, это был конец Диби Который был хорошим парнем Очень богатый Хороший парень со всех сторон Как я сказал раньше, он не был каким-то боевиком Он не представлял угрозы ни для чего Я не могу представить до сегодняшнего дня Зачем Но я узнал позже Что Энджело Роджирио Взял 250 тысяч долларов в долг у Диби Неделю перед убийством Это склоняет меня думать сейчас Что это стало причиной убийства И все эти сплетни за его спиной полная херня Я реально думаю сейчас, что это был мотив Что делает всю ситуацию даже хуже Более отвратительный И затем в тюрьме я узнал О слухах за спиной Джона Фрэнки де Чико погиб У Энджело Роджирио возникла небольшая терка с Диби Очень скоро после убийства де Чико Очень скоро Энджело начал нести Я вырос Джоном Я его человек Я буду андербоссом Диби сказал ему Энджело Ты крепкий крутой парень Ты его друг Но ты не можешь быть андербоссом У тебя железные яйца Но у тебя нет мозгов Энджело не понравилось это Это заявление Хотя это в точности кем он был Железные яйца при отсутствии мозгов Так он кинул обратно Диби Кто будет андербоссом, ты? Он сказал Нет, я не думаю, что это должен быть я Я думаю, что это должен быть Сэмми Этот блесранный разговор Который ходил за спиной Джона Был использован против этого парня Это и 250 тысяч долларов Которые Энджело так и никогда не вернул Этот жадный хуесос И он забрал у человека жизнь Жизнь хорошего человека Или заставил меня забрать жизнь хорошего человека Такова история Диби Моего участия в ней Не могу сказать, что я невинен здесь Я сделал это Но Казаностер имеет в себе множество поворотов и изгибов И эта история Я ненавижу, блять, эту историю Потому что каждый изгиб и поворот, который мог быть сделан Он там был Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Мы не хотим этого Есть множество причин, почему они не хотели этого Им не нравилось Им не нравилось Я не нравилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и так далее, и так далее. Так Джон, вся его бригада, по большому счету, были в наркоторговле. Я узнал позже, что каждый, кто работал на него, как бы был в меньшей должности по иерархии, они были наркопотребителями, по сути, наркоманами. Среди них были бывшие и текущие наркоманы, как Тони Роуч и всякие подобные личности. Так все вокруг него были наркотики. Я помню, мы пошли праздновать 4 июля. Мы пошли туда с большим Луи Валерио, который возглавлял мою бригаду, став капитаном. Он, кстати, еще жив. И мы пошли на эту пати в честь День независимости, которую Джон устраивал в своем районе. Он организовал все эти аттракционы для детей, барбекю, бесплатные гамбургеры, бесплатное мороженое, бесплатное все. И мы с Луи стоим, смотрим в стороне. Люди с этого района получают все это бесплатное дерьмо. Их дети. Это было мило. 4 июля. Фейерверки и все такое. И народ ликовал. Ура, Готи! Ура, Готи! Я повернулся к большому Луи и сказал, «Интересно, сколь многие из этих людей, которые сейчас едят эти гамбургеры и мороженое и аплодирующих ему, как бы они аплодировали, если бы знали, что все эти деньги идут из денег их детей, которые покупают его наркотики? Я бы посмотрел, насколько довольны они были бы и как бы приветствовали. Луи немного подтянул плечи. Луи был жестким человеком, но с мягкими манерами. Луи пожал плечами. Что ж, я думаю, нет, не приветствовали бы. И мы ушли. Так этот небольшой имидж, который он себе нацепил, что он не занимается наркотиками, это была абсолютная ложь. Практически шутка. Но дело не в этом. Я не пытаюсь сейчас его как-то принесить, потому что, думаю, каждый в этот день и час знает, что он и вся его бригада отправилась в тюрьму. Его брат Джинни, Джонни Карнелли, каждый из них пошел в тюрьму. Тони Роуч. В общем, все они оказались в тюрьме из-за наркотиков. Поэтому не было никакого вопроса, что они были наркоторговцами. И при этом это все-таки не было разрешено. И именно эта их наркодеятельность привела к тому, что в доме Энджело Роджирио и в других местах, где они собирались, были установлены прослушки. По прослушкам в доме Энджело Роджирио, у него был человек, который был бывшим полицейским или что-то такое. Он мог уявлять наличие прослушек. У него была эта волшебная палочка, с которой он ходил по дому и искал. ФБРовцы знали этого парня. Они понимали, что происходит. Так, что они сделали? Они отключили все жучки, все прослушки, чтобы никаких частот не шло по воздуху. Они отключили их все. Парень пришел со своей волшебной палочкой, прошелся по всему дому. Нет жучков. Нет частот. У тебя нет прослушок, Энджело. Здорово. Нет жучков. ФБР проявили себя как люди, у которых есть мозг. Они оставили включенной прослушкой, которая была в телефоне. Так этот парень сказал, послушай, в телефоне есть жучок, но дом чист. И таким образом все встречи, которые случались в доме, были записаны на пленку. Поскольку как только парень ушел, ФБР включили все прослушки обратно. Чик, и дом опять прослушивается. В любом месте, где ты сидишь и говоришь, они слушают и записывают. Сумасшествие. И тут вышли на сцену болтливые, тупорылые мозги Энджи, который пустил все под откос. Да, и они говорили не только о наркотиках. Они обмусоливали пола Кастелана. Они говорили о комиссии, о всех боссах, о том, как мафия работает. Мы должны иметь часть в этом, мы должны иметь долю того. Мы будем делать то, мы будем делать это. ФБР берет все эти записи и разносит их по разным судям. Чтобы тот или иной судья сказал, Это достаточное свидетельство, основание, чтобы вы пошли и поставили на прослушку дом Пола Кастелана. Дом Толстого Тони, этому, тому. Каждый босс, андербосс и канцельери, оказались записаны. Из-за него. Из-за Джона Готти и Энджело Роджерио. Это было частью дела комиссии. Во время суда проигрывались эти пленки. Во время судебного процесса над Энджело его пленки проигрывались. Джон Готти и Энджело Роджерио. Единолично и собственноручно, не сотрудничая с властями, они не крысы, я не говорю этого. Но они единолично снесли всю мафию через эти прослушки и эти записи. И Джон имел дополнительное участие в этом. На основе чего меня, Фрэнки Локассио и его самого взяли под стразу. Даже не вынес никакого урока после дела комиссии. Так это все подводит нас к точке, я надеюсь, это отвечает на многие вопросы. И не нужно верить именно мне. Назовите меня крысой, обзовите меня кем угодно, кем вы хотите меня обзывать. Посмотрите на власти. На ФБР. На управление по борьбе с наркотиками. Управление по борьбе с организованной преступностью. Все эти представители, наверное, врут на этот счет. Все знают. Джо Миссино. Джон думал, что это был лучший его друг. Он был боссом семьи Банана. Про слушки Джо Миссино я слышал их. Этот кретин Джон. То, как он себя подает, то, что он делает, все это уничтожает мафию. То есть даже люди, которым, как ему казалось, он нравился, за его спиной не любили его. Чин – это было очевидно. Семья Лукеза – это было очевидно. Семья Коломбо – также была очевидна. Он, может быть, имел несколько человек, которые его любили, внутри семьи Гамбина. И это люди совершенно тупые, которые ничего не понимают вообще. Поэтому он им нравился. Потому что он одевался хорошо. Так вы, ребята, любители Готти, я даже не уверен, что должен заботиться о вашем мнении, потому что вы где-то на Луне. Но надеюсь, вы одеваетесь, как он. Надеюсь, что вы всегда будете любить его. И я сейчас надеюсь, что вы будете в точности знать, что он, блядь, сделал с мафией. Я любил мафию. Я не лгу. Я любил ее. До сегодняшнего дня я сохраняю хорошее чувство к ней. Это можно сравнить с бывшей женой. У нас были свои терки, но я люблю свою бывшую жену. И если ты навредишь моей жене так или иначе, даже несмотря на то, что она моя бывшая, я снесу твою голову с плечи. Таково мое чувство к ней. Я чувствую так же в отношении мафии. Иногда она выводит меня, но я все так же люблю ее. И эти вещи сейчас не для того, чтобы кинуть камни в огород Готти, и не для того, чтобы снискать расположение мафии. Я только выражаю, как и что я чувствую в отношении мафии и всей этой истории. Того, что случилось. Это одна из причин, почему я делаю этот подкаст. Я слышу столько историй. И я просто чувствую, что должен рассказать правду. Что и как было на самом деле. Что происходило. И говоря это сейчас, я возвращаюсь мыслями в прошлое. Я вспоминаю, как вышел номер журнала Times с изображением Готти на обложке. Я помню, он взял эту страницу и повесил ее на стену в своем клубе. Я был в тот раз, когда он сказал, там было еще человек 30. Тихо, тихо, тихо. Я сейчас видел рекламу. Сразу после рекламы они будут говорить и во мне по телевизору. Можно было услышать гробовую тишину. Все замерли. И увидев его на экране, Джон, ты выглядишь шикарно, красавчик. Бро, это не наше выглядеть шикарно. Мы не должны выглядеть красавчиками. Мы уродливые, блять, гангстеры. И мы должны быть гангстерами. Мы не актеры. Что это такое, блять, по телевизору? Это кошмар. Мы не должны быть в телевизоре. Мы должны быть как маленькие мышки. Тихие. Занимаясь только своим делом. Мы не выходим на ужин с Мариленом Монро. Пусть актеры делают это. Это не наше дело. Мы можем гулять с красивыми женщинами, но мы не выставляем на показ нашу образ жизни до такой степени. Одежда. Это не сегодняшние 3000 долларов за костюм. Но тогдашние 3000 долларов за костюм. Купить себе такой костюм, чтобы я купил себе костюм за 3000 долларов, я тогда должен был иметь миллион долларов. 200 долларов за галстук, расписанный вручную. Я не знаю, что неслось его в голове. Вот, держи, Сэмми. Это сигара. А что тут? Я курю сигары сам. Попробуй эту. Это хорошая сигара. Я взял ее, закурил. Я чуть не задохнулся насмерть. Она была нереально крепкая. Я сказал, она мне не нравится. У меня есть свои сигары. Эта штука, блядь, слишком крепкая. Где ты взял ее? Это колумбийская. Сигара. Ее даже не достанешь. Она стоит 200 долларов. Вау. Ну и дерьмо. Что? Ты че, блядь, тряхнулся? Бро, дай мне двухдолларовую сигару. Дай мне нормальную сигару. Я не задыхаюсь от нее. Я задыхаюсь от этой штуки. Она мне не нравится. Она должна мне нравиться, потому что она стоит 200 долларов. Мне она не нравится. У нас были эти мини-столкновения. Я видел, что иногда это было смешно для него, но иногда он злился на меня из-за этого. И он говорил мне, ты что-то не играешь особо много. Нет, я не играю. Что ты за гангстер такой, который говорит мне, не играй в азартные игры, не кури 200 долларовую сигару, не носи костюм до 16 тысяч долларов. Почему ты вообще такой? Я говорю, потому что мы не должны так себя вести. Так я вырос. Еще одна сумасшедшая история. Мы идем в заведение Реджинс. Реджинс, кажется, она называлась. Если вы посмотрите мои фотографии того времени, я очень редко когда-либо был в костюме. И я делал это нарочно. Потому что когда он захочет встретиться, мы потом пойдем в ресторан, поесть, и затем он потащит меня выпить на какую-нибудь дискотеку. Я делал это, когда мне было 16, 17, 18, но я не хочу больше тусоваться там. Сидеть на столе и говорить, купи им шампанского, передайте тому столику, бутылку шампанского. Все друг другу заказывали шампанское. Я кураживался так, когда мне было 18 лет. С девушкой, сидящей у меня на коленях. Мне нравилось это. Но никогда мне 30-40 лет. Я уже мужчина. Я андербосс. Я не хочу больше делать это. Поэтому я не одеваюсь в костюм, и значит, не иду в заведение. Но как-то вечером мы были на похоронах. Мне нужно было приодеться, и я попал в ловушку. Мы пошли поужинать, и затем отправились в Реджинс. Сидели там, и все это обычное дерьмо. Мы видим 10-15 знакомых парней, отсылаем им шампанское. Они отсылают нам шампанское. Привет, Джон. Привет, Сэмми. Это глупая херня, бро. И был другой стол. Там сидели люди семьи Коломбо. Они присылают нам бутылку шампанского. Мы рассылаем им бутылку шампанского. Они сидят с девушкой. Я рос с этой девушкой. Красивая и крутая девчонка. Не хочу говорить ее имя. Она подошла ко мне. Привет, Сэмми. Как дела у тебя? Она обняла меня, поцеловала. Мы вместе росли. Нет ничего между нами. Мы просто выросли вместе. Ребята с того столика кидают в мою сторону грязные взгляды. Это чья-то девушка из них. Я даю понятие. Это ты и твоя девушка. Что ты там кипятишься? Бро. Я знаю ее. Я не целую ее. Я не использую свой язык. Я не делаю вообще ничего, бро. Релакс. Так я говорю ей. Послушай, иди и сядь обратно, потому что тут сейчас разразится революция, если ты не уйдешь. Просто потому что мы знаем друг друга. Ты знаешь, где я зависаю. Как-нибудь после обеда ты можешь зайти ко мне в гости, сказать привет. Мы можем пообедать вместе. Мы росли вместе. И я люблю ее. Она милейшее создание. Классный человек. Совсем неплохой человек во всех отношениях. Я не знаю, правда, что она делает сейчас с этими, скажем так, ищущими девочек. Я полагаю, что она сейчас в разводе, поэтому она тусит сейчас с этими парнями. Но это был красивый момент. Но Джон поставил меня в позицию. Я говорю себе, 4-5 часов уже длится эта херня. Какая-то девушка еще подходит. Ты Сэмми бык? Нет, Сэмми вон там, за углом. Я не Сэмми бык. Ну хорошо. Готи сказал, почему ты делаешь это? И я сказал официанту, послушай, принеси мне чек. Я хочу оплатить чек и свалить уже отсюда. Окей? И проходит немного времени. Я получаю этот чек. И хорошая вещь, что я андербосс, потому что я смотрю на этот чек. Там 7 тысяч долларов. Я вышел немного выпить. Я ни с кем даже не трахался. Я вообще ничего не делал. И я плачу 7 тысяч долларов с гаком. Я мог бы потусить с Мэрилен Монро за эти деньги. Я дал еще 2 тысячи долларов чаевых. И потом я дал еще 500, потому что я блядь андербосс. Я не могу выглядеть как придурок. Нужно было сделать ситуацию шикарной. Я потратил где-то 9 с половиной тысяч долларов. Так ты понимаешь, что в следующий раз, когда я полюс в клубе, я буду там в самой обычной одежде, в синих рваных джинсах. Не те стильно порванные джинсы, которые синеджеры носят сегодня. Я имею в виду именно разорванные. Чтобы я никуда не пошел, чтобы меня никто не пригласил, ни на какую вечеринку. И я не хочу никуда идти. Но таким был Джон в этой жизни. И я любил его в определенном плане. Я реально любил. Он развлекал и удивлял меня по-разному. Он делал много безумного дерьма. Но у него был этот дар обаятельности. Он делал это обаятельно. И я любил его длительное время. Я сделал столько для него. Я убивал людей для него. Я коррумпировал судебные процессы для него. Я был с Эмми Питбуль. Он лаял. И Питбуль атаковал. Так, если он лаял на тебя. Я был тот, кто атаковал тебя и кусал твою задницу. Не он. Это было очень интересно. Патрик организовал все это. Для съемки мы ездили в долину Напа. И в этой местности было ощущение, как будто мы были в Италии, Сицилии, в горах. Это дало мне огромный вайб, казаностры. Дало мне хорошие чувства. Они молодцы. И мы провели эту встречу с Майклом. Она долго планировалась. Мы ругались с ним неоднократно. И я подумал, что пришло время для встречи. И я допустил, чтобы публика тоже была включена в эту встречу. Поэтому я согласился. На моем сайте я планирую проводить разговоры на постоянной основе. Я был бы рад, ребята, если бы вы оставляли там свои замечания. Присылайте мне вопросы на моем сайте. Я буду отвечать на них. И я буду делиться своим мнением о разных моментах и разных вещах, которые происходили в мафиозных штатах Америки. Для каждого эпизода. Я буду постить свои реакции на эти встречи на samithheball.com. Там будут комментарии. И я рад был бы слышать ваше мнение насчет, Майкл или наговорил херни, или я наговорил херни, или что в целом происходит. Я знаю, ребята, что вы обладаете сильными мнениями и хорошими вопросами о мафии. Я получаю от вас сообщения все время. И в контексте эпизодов это было бы мне еще интереснее. Я хочу ваши честные мнения. Хорошие или плохие. Обо мне или Майкле или Патрике. Это не важно. Эти серии выходят сейчас. Виды и места, в которых мы были, и вещи, которые мы делали, были невероятными. Я уверен, что вам понравится все из этого. Для меня было удовольствие быть там. Отличная встреча, я думаю. Я думаю, что в этом будет много образовательного для широкой публики в контексте мафии. Я думаю, что это будет действительно очень полезно и хорошо. Люди интересуются, каково было твое восприятие с уни-франчеза, когда ты был молодым. Мое восприятие с уни-франчеза было, что он был тяжеловесом. Он был приговорен по делу, которое было, по моему мнению, и по мнению многих, чушью. Парень получил 50 лет. Он пошел в тюрьму, когда он был андербоссом. Он был очень уважаемым. Майкл франчеза был его приемный сын. Он не был его родным сыном. И Сони попросил об одолжении, о чем говорится в этом первом эпизоде. Он попросил Семью Коломбо об одолжении посвятить Майклу мафию. И я с Майклом спорил об этом немного. У меня есть очень конкретное понимание о том, что случилось. Во что-то мне даже сложно поверить. Когда тебя предлагают посвятить, они не говорят с тобой. Тебе никогда не говорят о том, что предлагается тебя посвятить. Что ты становишься посвященным членам мафии. Такое никогда, никогда не делается. Ты входишь в комнату, как правило. Ты можешь получить намек о том, для чего ты там. Но когда меня собирались посвящать, Тадо ничего не сказал мне. Он мне сказал только, что будет проведена встреча, на которой он будет со мной. Все. Но я услышал от кое-кого другого, у кого были хорошие намерения в отношении меня. Я понимал жизнь мафии немного. Так я понимал уже, почему я там, по большому счету. Говоря откровенно. Но они не объявляют тебе заранее об этом, как сказал Майкл. И как он говорит и задает вопросы. Хотел ли бы ты, чтобы тебя посвятили? Это херня. Они не делают так. Я думаю, что если вы поговорите с любым мафиозем в мире, вы узнаете у него, что так это не происходит. Как ты думаешь, Майкл убил кого-то до того, как он был посвящен? Или для того, чтобы он был посвящен? Нет. Есть факт, что он никогда никого не убил. Он кидает все время этот косвенный намек. Ты должен делать то, что ты должен делать. Да, я знаю это. Но тебя никогда не просили. Дело в том, что когда ты становишься посвященным, набор был закрыт с 1955 до 1975 года. Было множество людей, которые выполняли работу для мафии, и они заслужили себе уважение, сделали свои кости, так сказать. Они были наготове для посвящения. Майкл ходил в школу, закончил школу. Он пошел учиться в колледж. Он закончил. Я не знаю, сколько ему было, может быть, 21. Его посвятили в 24. И он никогда не был ни в какой банде. И я его спросил во время шоу, «Ты когда-нибудь дрался с кем-нибудь?» Он сказал, «Я ходил в школу, где было 90 ирландцев. И там нас было итальянцев, может быть, пятеро». «Что это за школа такая? Где такая школа? В Ирландии? Где 90 ирландцев?» Послушай, школа, в которую я ходил, и я не знаю, в какую он ходил. Он мог бы мне поведать, в какой школе было 90 ирландцев и 5 итальянцев. Я не знаю, что за школа такая. Он сказал это, чтобы доказать, что он дрался. Но драка в школе не составляет тебе авторитет. Когда я ходил в школу, там были белые люди, черные люди, испанцы. Самые разные расы, самые разные люди. Поэтому я не знаю, какого рода школа может иметь 90 ирландцев, если она не в Ирландии. Ирландцы, которых я знаю, из Вестиас и других мест, они были жесткими, сукины дети. Я имею в виду, если ты ходишь в школу с 90 ирландцами, я вообще не знаю, как ты смог оттуда выйти. Особенно, если ты пытаешься вести себя как крутой парень. Потому что они очень жесткие, ирландцы. Многие люди спрашивают о твоих с Майклом отношениях сейчас. Итак, мои отношения с Майклом сейчас. Я думаю, многие из вас видели это интервью. Дайте я вернусь в шоу. Мы сделали его, и все закончилось хорошо. Затем он сделал видео, и у нас возник спор, который взорвался. Мы говорили снова, но я не хочу ходить с этим парнем туда-сюда, ругаясь, называя его трусом, тем, этим. Я не хочу играть в эту е**анную игру. Мне 76 лет. Я мафиоза больших пропорций. Он рэкетир. Он был в этой жизни. Я уважаю это. И я не хочу с ним спорить, как-то унижать, или назвать фруном. Я не хочу играть с ним в эти детские игры. Это не для набора просмотров, или подписчиков, или дополнительного заработка. Я верю в Казаностру всем своим сердцем и душой. В ней было много уродства. В ней было много ошибок. Я пропустил это через себя. Я оставил это в прошлом. Я изменил свою жизнь. Я делаю много позитивных вещей сейчас. Я люблю свою семью. Я люблю многих людей. Мне пишут сообщения. Кто-то просит помочь меня, их семье. Когда я слышу о проблемах с семьей, если возникает какой-то спор, я всегда вхожу в ситуацию. Есть парень, который не так давно попросил меня встретиться с его дочерью. И с ним. Он хотел мне дать за это 300 баксов. Его дочь была больна. Она смотрит мои шоу. Это было бы потрясающе, он сказал, если бы ты приехал. Так я связался с ним. Я встречу с твоей дочерью. Я надеюсь, что это сделает ей лучше. Я попытаюсь помочь вам. Мне не нужно твои 300 баксов. Это не для денег. Я делаю шоу и определенные вещи для денег. Но за некоторые вещи ты не можешь дать мне денег, которые я делаю от сердца. И люди, которые вокруг меня, знают, что эти вещи я не делаю за деньги. Если я что-то хочу сделать от сердца, я сделаю это от сердца. Я люблю вас, ребята. Я слушаю ваши сообщения, читаю тексты, которые вы присылаете мне. Я люблю многих и многих вас, ребята. Может быть, кто-то из вас не поверит, но это так. И я читаю все сам. Я разведен. Я живу один. Я читаю ваши комментарии часами. Я даже больше не смотрю сраный телевизор. Я слушаю ваши сообщения, читаю их. Я становлюсь очень эмоциональным с этими вещами. Потому что я прошел через некоторые вещи, о которых вы спрашиваете мне. Или которые вы рассказываете, которые вы сами проходите. Один парень написал мне недавно. Я скоро окажусь в тюрьме на пару лет. И я смотрел твои видео. И затем я отвечаю ему обратно. Что делать, как действовать и тому подобное. Потому что людей нужно подбадривать немного. Особенно сегодня. Выглядит так, что вся страна сейчас в полном дерьме. И моя миссия сейчас, если я могу помочь людям, я помогу. Но я не могу. Многие люди просят меня помочь деньгами. Но я не могу дать вам денег. У меня нет достаточно денег, чтобы делать это. Может быть, вы могли бы дать мне немного своих. Но это то, как оно есть. Если я могу помочь вам, ребята, я помогу. И я знаю, ребята, что вы помогаете мне. Как вы мне помогаете? Я не прошу у вас денег. Но ваше милосердие, ваша любовь, это больше, чем деньги для меня. Это больше, чем что-либо в моем возрасте. И я люблю людей, которые вокруг меня. Я люблю мою жизнь сейчас, то, что я делаю. Я общаюсь с людьми сегодня, с которыми я не общался и которых не видел 40, 50, 60 лет. И это сообщает мне хорошие чувства. Какое бы впечатление я не оставил на этих людях, это так мило, слышать их и ощущать связь с ними. Это приносит мне эмоции, это делает меня заряженным. Конечно, есть люди, которые хейтят меня. И это нормально. И я знал, что это будет сопутствовать, когда я войду в социальные медиа и тому подобное. Найдутся те, кто будут говорить правду. Найдутся и те, кто будут говорить неправду. Ложь выводит меня немного и беспокоит. Но я полагаю, что это жизнь. Я большой мальчик, и я буду продолжать делать то, что делаю. Так, ребята, я буду делать это часто, особенно в связи с выходом мафиозных штатов Америки. Это придает мне массу мотивации. Я горю делать это. Окей, на этот момент адиос. Люблю вас, ребята. Люблю вас, ребята. Люблю вас, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да. Он спорил. Джои бросил труп, говоря с ним, будучи сбешенным Робертом. Тогда Роберт выехал со своего места и поехал напрямую домой к Джои. Да. Это то, где драка произошла. Хотя это была и не столько драка. У Джои царапины не было после этого. Ни синяков, ни ссадин, ничего. Твой брат выглядит так, как будто его сбило машину. И мое сочувствие идет ему, потому что он посвящен. Джон, я не пытаюсь тут умничать или что-то. Я только пытаюсь использовать здравый смысл и дух казаностро, как Вик сказал. Мы не знаем, кто сделал что. Но вот что я знаю. И ты согласился, что был спор. Джои бросил труп. Роберт погнал в его дом. Не в клуб, не в стриптиз заведения, не в бар. Он поехал, блядь, в его дом. Перед лицом его жены и детей. Как ты можешь обвинять Джои? Не он же поехал в дом, Роберт. Он был дома. Я повернулся к Вику. Вик, если я завалюсь в твой дом, рожденный, перед твоей женой и твоими детьми. Если я не выиграю эту драку, я бы тебя убил потом. Это то, что я сказал Джои вчера. Я имею полную возможность заставить попросить убить твоего брата. Здесь уже есть свидетели. Они не посвященные мафии. Но есть его жена, четыре-пять детей, которые были дома. Я разговаривал с ними тоже. Его жена, она, может быть, пыталась бы прикрыть его. Она не сказала, я не видел это. Я не знаю, я только слышал это. Она сказала, она видела это. Дети подбежали ко мне. Я знаю теперь его детей. У меня есть повод просить за голову твоего брата. Соберите комиссию, примите решение на этот счет. Если ты представишь комиссии эту историю, сидя с другими боссами, с этой историей ты не сможешь победить. Мы убьем твоего брата. Насколько далеко ты готов тащить эту тему? Я сочувствую, что он пострадал. Ты не можешь пойти в дом, посвященную члену, крича и визжа и все прочее, перед его семьей. Если бы ты сказал, что Джоя хлестнула его по лицу от огорчения, что скандал происходит перед его женой и детьми, я мог бы купиться на это. Может быть. Но избиение, которое было устроено твоему брату, было потому, что твой брат поднял руку на него перед его женой и детьми. И он понимает Козаностр. Может быть, ты думаешь, что он слаб, потому что его брат был убит. Он был со мной. Он не слаб. Он не убежал. Он не говорил за спиной. Он ничего не сделал не так. Он пришел на встречу со мной и Фрэнки де Чико. Он не скрылся. Он не скрывается сейчас, когда я поехал встречаться с ним вчера. Вик, я не собираюсь просить голову за этого парня. Что бы у него там ни было. Я верю, в своем сердце это была, блядь, его вина. Что он пришел в дом Джои таким образом. Я не собираюсь рассуждать, кто поднял руку первое, кто начал спор первое. Это сделал то, это сделал это. Я не буду в этом разбираться. Я не буду просить за его голову. Вик, ты действующий босс. Будь реалистичен. Я знаю, что мы должны сделать, и мы делаем это сейчас. Но подумай, если мы не решим сейчас этот вопрос, и это пойдет тебе, когда ты будешь сидеть в позиции босса перед Джоном и другими боссами. Подумай об этом. Я не прошу за жизнь Роберта. Но если решение пойдет против него, я сам лично убью его. Или мы позволим Джои убить его. Или мы скажем вам, ребята, как вы просите нас сделать, убить своего человека. Я понимаю, что он хороший парень. Он был расстроен. Он сделал ошибку. Его сильно избили. Это казаностро. Поэтому я рад, что ты напомнил мне про казаностро. Вик посмотрел на меня, на Джонни Пейта и сказал, «Послушай, он прав. Он прав. Если я буду сидеть на заседании комиссии как действующий босс, твой брат проиграет в этом решении. Я уверен в этом. И мне не наплевать на него. И я уверен, что боссом будет сравнен. Такой он или сякой. Он поехал, блядь, домой к Джои, выяснять отношения». Джонни Пейт и ряд других людей некоторое время спустя получили информацию от Кармэн Персик из тюрьмы, что Вика Арина берет слишком много. Он был заден до денег, алчный, что-то такое. И что он должен быть убран, убит. Пейт с людьми сидел в машине, припаркованной рядом с домом Вика Арина. И Вика Арина осознавал, что была вражда между Персикой и им, что ситуация все более накаляется. Так, когда он приехал домой ночью, он увидел машину, припаркованную неподалеку. И он заметил Джонни Пейта и других парней машины. Он сблифовал. Он пошел быстро в их сторону, как будто у него был пистолет, как будто он сейчас нападет на них. Они резко дали по газам и смотали оттуда. Они завалили покушение. Это заваленное покушение стало началом войны в семье Коломбо между группировкой Вика Арина и группировкой Карман Персик. Эта война только разгорелась, и мы где-то в те же дни оказались Джоном в тюрьме в 1990-м. Я слышал рассказы, сидя в тюрьме, о всем том дерьме, которое происходило между двумя группировками в семье Коломбо. Много парней погибло. Это была жестокая, беспощадная схватка. Пару невинных людей погибло также. Я помню, один подросток работал в кондитерской, или, может быть, уже не подросток, неважно, его завалили, хотя он совершенно не был частью преступной жизни, частью войны. Это был несчастный случай. Они сделали ошибку, когда убили его. Я слышал периодически об этом всем в тюрьме, но у меня были свои проблемы. Джоном. И в конце концов я переметнулся и пошел по своему пути. Меня перевели в отделение по защите свидетелей, как вы, ребята, уже знаете. Я находился в камере. У меня было полно друзей там. Фил Лионетти был там, в той же тюрьме, что и я. Джина Майлано. Фрэнк Гэнджи появился позже. Он был один из Уэстис. Один из парней зашел ко мне в камеру. Сэмми, ты не поверишь, что объявился у нас тут. Кто? Джонни Пейт. Они только что привезли Джонни Пейта сюда. В это отделение? Да. То есть он переметнулся? Да, он переметнулся. Он подошел, и мы близко общались. Я посадил его, чтобы он сидел и ел за моим столом. Немного позаботился о нем там. И мы общались. Так около двух лет я провел с ним в одном отделении. Это странно, насколько наша жизнь как паутина. Как мы все связаны так или иначе. Люди попадают в тюрьму, сталкиваются друг с другом неожиданно или непредсказуемо с другими людьми. Это поразительно. Это как большая-большая паутина жизни. Привет, ребята. Я разговаривал с некоторыми людьми сегодня утром. История пришла мне на ум с того времени, когда я был в ADX Supermax. Так я хочу рассказать эту историю. Меня навели на нее вопросами, и она освежилась в моей голове. Гаспайп был андербоссом, как вы знаете, семьи Лукези. И он был ответственным, одним из ответственных за убийство Фрэнки Д'Чико. Это был Чин Джиганте, в семье Дженовеза, кто доказал. Но они это исполнили с помощью бомбы. Так, когда я пошел на второй тюремный срок, меня тогда приговорили на 20 лет. Как вы знаете, ребята, я был в одиночке на протяжении 6,5 лет. Я был в ADX Supermax. И я оказался там в 55 лет, с сервиком, что я сотрудничал с ластями. Я реально не думал, что я смогу выйти из тюрьмы живым. Я думал, что это конец. По всей вероятности, я должен был умереть там. Гаспайп был в другой части, в ADX Supermax. Так же. И он послал мне маляву. Малява – это сообщение на бумаге в тюремной среде. Ее могли подкинуть тебе по дверью, кто-то, например, уборщик, подбросить ее около твоей двери. Так и получил ее. И в этом маляве он написал, «Если ты скажешь властям, что лжешь по этому, этому и этому вопросу, а я говорил правду, я пошлю твоей семье 25 тысяч долларов». Я просто разорвал ее и смыл в унитазе. У меня не было интереса в этом. Но у меня было время подумать об этом. Я думал о Фрэнке де Чика и о нем. Так я послал ему ответную маляву. Я сделаю это. Мне нечего терять. Я сделаю это. «Но ты должен будешь быть переведен в мою часть и выйти во двор со мной». Там была лестница на углу этого двора. «Я буду сидеть наверху этой лестницы». И в маляве я сказал ему, «Я буду сидеть на своем обычном месте. Ты подойдешь и сядешь на ступень ниже меня, как бы между моих ног, чтобы я мог наклониться и нашептать тебе, передать тебе свои мысли обо всей этой вещи. Мы составим план, и я сделаю это». Я передал маляву парню, который должен был кинуть ему через его дверь. Этот парень тоже был мафиозом. И он посмотрел на меня и сказал, «Сэмми, ты не собираешься сделать это. У тебя должно быть что-то другое в планах». Все, что я сделал, я посмотрел на него. Я не ответил. И он сказал, «Окей. Я передам это ему. Но я думаю, я знаю, что ты собираешься сделать». И он был прав. Когда он сидит между моими ногами, я нагибаюсь и шепчу ему в ухо. Но это то, что я шепчу ему в ухо. Помнишь, что ты сделал в отношении Фрэнки да Чика? И в это время перерезаю ему горло заточкой. Чёрту 25 тысяч. Чёрту врать властям. Это то, что я собирался сделать с ним. Я собирался убить его. Там миллион камер. Это было бы в поле зрения камеры. Это тут же увидели бы. Может быть, меня попытались бы остановить. Может быть, выстрелили бы. Пристрелили меня. Я не знаю. Что бы они сделали. Было бы накинуто пожизненное к тому, что мне дали. Но, как я сказал, я пошёл на этот строк 55. У меня 20-летний приговор с серваком, который мне не даст выйти из тюрьмы живым в любом случае. Поэтому мне было совершенно плевать. Слава Богу, он так и не смог перевестись, чтобы оказаться в моём дворе. Потому что в конечном итоге я вышел. И теперь я с вами, ребята. Рассказывай об этом. Гаспайпа выкинули из программы защиты свидетелей. Он пошёл на сотрудничество так же. Это ни для кого не секрет. Он был такой мудак. Это было невероятно. У него был конфликт с капитаном, который был в программе защиты свидетелей так же. Селли что-то. Я не помню сейчас его фамилию. И во время этого спора, а этот парень Селли был большим парнем. Гаспайп был моего размера. Гаспайп поджидал его незаметно в коридоре. Выскочил и начал ударять его держателем для салфеток, который был сделан из металла. Один за один нанося ему удары. Он пытался убить его. Прямо в отделении программы защиты свидетелей. Это неслыханная хрень. Он сделал столько вещей, которые были абсурдными. Я расскажу вам ещё пару вещей, которые он сделал даже до этого инцидента. Я сидел в своем отделении, где я сотрудничал. Представители власти вызвали меня. И они сказали, Сэмми, «У нас есть информация, что ты убил зятя малыша Никки Каразо, и ты никогда не сообщал нам об этом. Этого нет в части твоего договора». Я ответил, этого там нет, потому что я этого не делал. «Зачем мне убивать зятя малыша Никки Каразо?» Если бы Никки Каразо, который был чётким парнем, который потом стал капитаном, имел бы проблемы со своим зятем, я бы ему не понадобился. У него была целая бригада, он бы сделал это своими силами. Это имеет смысл. Мы перепроверим это. Два дня спустя меня опять вызывают. И агенты ржут по телефону. Что так смешно? Мы вот только уехали от него. Пару часов назад. От кого? От зятя Никки Каразо. Он всё ещё жив. Так очевидно же тогда, что я не убивал его. И потом он вообще это сказал. Они не хотели сказать мне. Месяц или два позже, они приходят ко мне опять по вопросу убийства одного бизнесмена. Боже, я не могу сейчас помнить имя этого человека. Он задолжал 800 тысяч долларов Эдди Гарафола, брату моего зятя. Была серьёзная сходка по этому вопросу. Он был очень-очень богатый парень. Он устраивал всякие карнавалы и всё такое. У него были аттракционы, гонки и так далее. Он собирался платить по частям. Это было всё, что я помню. Платил ли он, я не знаю. Я никогда ничего не имел с этого. Но агенты сказали мне, что у них есть информация, что он не платил, и я убил его. Я сказал себе, это безумие. Я признался в 19 убийствах, и вот меня тут обвиняют в убийствах, которые я не только не совершал. Но я даже не знаю замеса всех этих убийств, что там происходило. Это вообще кончится теперь? Меня дважды осуждали в жизни за убийства, которых я не совершал. Вы услышите о них в моём подкасте. Так я сказал, послушайте снова. Я присутствовал на переговорах с этим парнем. Я помню ситуацию. Он должен был платить. Я не убивал его. Если он мёртв, я не имею к этому никакого отношения. Несколько дней проходит. Опять мне звонят. И у них состоялась встреча с ним. Он тоже был ещё жив. Так я на телефоне с этими агентами и мега раздражён всем этим дерьмом. Я говорю, что, блядь, так смешно тут? Кто гороет вам это? И они говорят, Гэспайп. Когда он сотрудничал с нами, он поведал нам об этих двух убийствах, которые ты совершил. И оба они живы. Так он был пойман на миллионы лжей. Помимо того, что он пытался убить человека прямо, блядь, в этом отделении для сотрудничающих. И всё остальное дерьмо, которое он наговорил и сделал. Он даже умудрился использовать копов, типа копов оборотней, для убийства людей. Он был частью всей этой заварушки. Убийство людей руками копов. Ещё один психопат. Так его выкинули из программы. Они приговорили его бог знает с каких годами. Но он никогда не сможет увидеть свободу. Да и кажется из того, что я понимаю, он уже умер в тюрьме и мёрт в текущий момент. И я вот сегодня говорил о нём, то есть не говорил, но мне задали вопрос о нём и о некоторых ситуациях. Кто-то передал эту информацию про 25 тысяч и его маляву в тюрьме, и о том, как я собирался действовать. И сказал своему собеседнику, да, это правда, это история. Это стало поводом для этого видео. Это освежило мою память в отношении всего этого. Я подумал, что вы, ребята, может быть, захотите услышать об этом. Эта история не будет в моём подкасте. Не думаю, что она будет. Так, если вам нравится эта история, нажмите лайк. Вы, ребята, многие нажали подписаться. Я благодарю вас за это от души. И я отключаюсь сейчас с моим регулярным. Адиос, мотерфакерс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok